Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12. Телефон 69400. Без выходных. Город останется без воды. Массовое отключение будет связано с ремонтом канализации. Постройки спорткомплекса на территории сквера у Дворца Пионеров появляются новые опасения. Инвестор банкрот, а каркас будущего здания уже чем-то напомнил большой торговый центр. Цены вновь вырастут. В этом году за молоко и хлеб кировчанам придется платить больше. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котлячков. Авиакомпании «Победа» удалось согласовать расписание летних полетов с кировским «Победилово». Рейсы в Санкт-Петербург отменяются на все лето. Трудно понять, легко догадаться, я не вернусь и снова не будет весны. Постановка первенец нового художественного руководителя театра Константина Солдатова. В драмтеатре готовится премьера «Старший сын». О главных событиях вторника 22 марта расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Панекаровских. Здравствуйте. Что все-таки появится в сквере у Дворца Пионеров? В постройке спорткомплекса на территории у кировчан появляется новое опасение. На днях застройщик объявил, что работы приостановлены, а уже после группа активных жителей района нашла документы, в которых компанию застройщика арбитражный суд Москвы признал банкротом. Все бы ничего, но этап, на котором приостановилось строительство и статус земли, где уже стоит каркас будущего здания, чем-то напомнили кировчанам о Большом торговом центре. Подробности в сюжете. Взыскивание задолженности в размере 4 миллиона 100 тысяч рублей и неустойки 695 тысяч рублей. Это официальное решение арбитражного суда Москвы касаемо проекта Ледового дворца в Кирове. Его основатель группы компании «Коперник» Александр Сенаторов планировал построить рядом с нынешней стройкой спорткомплекса. Да, по всей видимости, так и не расплатился с проектной организацией. Решение 19 сентября 2014 года о том, что инвестиционная группа «Коперник» призвана банкротом. Житель района дворца пионеров Матвей Мамаев нашел эти документы в открытом доступе сразу после того, как услышал в СМИ от самого Сенаторова, что этим спортивным стройкам на самом деле ничего не угрожает. Матвей добавляет, как минимум, со сроками окончания ничего не понятно. Последняя цифра года на информдоске уже затерта. И основной вид деятельности обозначен как сдача в наем собственного недвижимого имущества. То есть, по сути, под понятие торговый центр, в принципе, все полностью подходит. Эти опасения местные жители, напоминает Матвей, высказывали еще в 2012 году, когда о стройке спортивного комплекса и ледового дворца говорили еще только в будущем времени. Но тогда же позицию правительства объяснил общественности Никита Белых. Если ориентироваться на то, что все, что связано с теми услугами, которые должно оказывать государство, само государство и будет строить, да, вот эта ситуация, там, и ЧТС, и ЖНЕС, и на Дуде, и ГРЕС, да, у нас никаких денег не хватит, да? В это время в Кирове продолжали высказывать недоверие к застройщику. Сначала сборами подписей. Может и не поможет, но если ничего не делать, то все это отдадут под коммерческую застройку. Нарушенные коммуникации вылились даже в перекрытие дороги для спецтехники. История народного сопротивления за территорию сквера у Дворца Пионеров в какой-то момент превратилась в четко выверенную стратегию борьбы интересов, причем как стороны защиты сквера, так и стороны застройки. Инвестор изначально планировал построить на углу Некрасова и Попова не только спорткомплекс, еще и ледовый дворец по соседству. В том же 2012 году актив местных жителей принимает решение собрать деньги и оборудовать футбольное поле, которое зимой превращается в каток и скамейки, как раз на том месте. Немного позже там появляются общедоступные тренажеры. Примечательно, что границы потенциального ледового дворца они не нарушают. В 2014 уже ближе к перекрестку Калинина-Попова другой частный инвестор объявляет о желании построить большое и полноценное футбольное поле со всеми вытекающими удобствами. Но в тот же год актив жителей принимает решение строить, нарушая границы намерений инвестора, яблоневую рощу, которую подсаживает еще и в 2015-м, как бы демонстрируя свой взгляд на развитие этой территории. Несмотря на то, что срок аренды территории, по некоторым данным, истекает в мае 2016 года, Александр Синаторов и сейчас не отказывается от продолжения строительства обещанного спорткомплекса. Причем и о будущем ледовом дворце тоже ведет речь. Мы вернемся к вопросу ледового дворца, но сначала нужно разобраться с этим. После того, как мы посмотрим этот спортивный центр, я надеюсь, что это случится в ближайшем разумном времени, мы сядем, проанализируем ошибки, победы, скорректируем стратегию. Несмотря на достаточно внятные заверения господина Синаторова о том, что все обязательно будет хорошо, причем не только со строительством этого спорткомплекса, но и ледового дворца, который изначально планировалось разместить как раз вот на этом месте, но активисты делают акцент на том, на каком именно этапе приостановлено строительство. Говорят, сейчас это как снег, из которого лепи что хочешь. К примеру, торговый центр или что-то другое не менее коммерческое, присвоенный статус позволяет. Тут зона разрешенного строительства Р-9, она подразумевает до 40, даже до 60 процентов коммерческой недвижимости, и только 40 процентов из них может приходиться на спортивную составляющую. Но спортивная составляющая даже может и фитнес-зал быть, и условная сауна, и все что угодно. И, соответственно, есть большие опасения, что из этого здания в итоге может вырасти не спортивный комплекс, как обещалось изначально, а торговый центр. А пока за изначальной территорией терраспорт вопрос открыт, с активом жителей района в областном правительстве уже ведут переговоры по благоустройству всей стальной части сквера. Недавно сделали новое освещение и запланировали строительство полноценной и освещенной лыжной трассы на 2 километра, но то на месте когда-то запланированного футбольного стадиона. Артем Паникаровских, Максим Скачилов, информационный канал «Город». Все на субботник администрации готовятся к весенней уборке города. Сегодня презентовали и новую концепцию его украшений. Судя по планам, Киров будет утопать в цветах. Правда, пока кировчан больше волнует нынешнее положение дел, к примеру, несанкционированная свалка в районе Метроград. Как утверждают местные жители, снег и грязь в новый микрорайон свозят из города. На спецмашинах нет никаких опознавательных знаков. Кто принял решение сваливать снежные массы в 100 метрах от домов, не знает даже в местной управляющей компании. Сами жители опускать руки не собираются и уже готовят обращение в прокуратуру и администрацию города. Власти, в свою очередь, сегодня определили даты общегородских субботников. Это 23, 30 апреля и 7 мая. Всех желающих мы приглашаем в территориальное управление. Будет организовано выдача инвентаря и вывоз мусора. Сегодня же глава администрации рассказала об оформлении города. Этим летом город украсят цветниками и клумбами. Их общая площадь составит 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем в прошлом году. В планах городских властей также отремонтировать фасады зданий в исторической части города, продолжить благоустройство сквера на Комсомольской площади и установить новые фонтаны. Они появятся в Кочеровском парке и на площади Победы в Нововятске. Рост оцен на молоко и хлеб в этом году не избежать. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства Киевской области Алексей Котлячков. Стоимость продукции будет напрямую зависеть от инфляции. Рост оцен на обслуживающую технику, на стоимости товаров непременно скажется и подорожание бензина, запчастей и сырья, а также повышение зарплаты фермерам. Насколько точно вырастет цена за литр молока или буханку хлеба, пока не прогнозируют. Сегодня озвучивают только перспективы по снижению себестоимости. Надо работать лучше с семеноводством. Проводим разные все консультации. На сегодняшний день у нас высокая селекция очень скота племенного. Это направление дальше будем поддерживать. Ну вот основные. Все равно основа, что посеешь, что пожнешь. Несмотря на сокращение бюджета, в этом году в Кирове все же планируют увеличить количество молока. Также власти надеются на реализацию проекта по производству сыров. Сегодня ведутся переговоры с итальянскими бизнесменами. Изначально запуск завода был намечен на 2011 год. В 2013 предприятие должно было заработать на полную мощность. Однако из-за введения санкции после присоединения Крыма ситуация резко изменилась. По предварительным данным, встреча бизнесменов из Италии запланирована на май этого года. Сегодня глава администрации проверил ход строительства путепровода в чистые пруды. Подрядчики докладывают, стройка идет полным ходом, работа выполняется в срок. В администрации, в свою очередь, рассказали о расселении домов. Многие жильцы до сих пор недовольны предлагаемой суммой компенсации. Глава администрации дал четкое указание не прекращать работы ни на минуту. Несмотря на кризис, объект финансируется в полном объеме. Уже установлены опоры путепровода. На стройплощадку завезены необходимые металлоконструкции. Их монтаж начнут на следующей неделе. Сдвинуть сроки могут проблемы с расселением домов на пути строительства. С жильцами дома 101 по улице Комсомольской власти до сих пор не могут договориться. 14 собственников отказываются выселяться добровольно. А размер компенсации за жилье они считают несправедливым. Администрация за квадратный метр предлагает 30-35 тысяч рублей. То есть за трехкомнатную квартиру всего около полутора миллионов. Власти поясняют, большую сумму собственникам предложить не могут. И уже готовят исковые заявления в суд. Один человек получил травмы в ДТП на железнодорожном переезде в Оречевском районе. Там столкнулись Мазда и грузовой поезд. Подробности в рубрике «Место происшествия». После удара железнодорожный состав полностью смел у иномарки правую часть кузова. К счастью, на пассажирском сидении в момент ДТП никого не было. 43-летний военнослужащий, управляя автомашиной Мазда, по предварительным данным, отвлекся от управления и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с грузовым составом, который направлялся из Нижнего Новгорода в областной центр. В результате происшествия водитель Мазды получил незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. В Кировский областной суд направлено уголовное дело в отношении обуднинского стрелка Николая Черных. 20 мая прошлого года он застрелил из ружья своих соседей и супружескую пару из поселка Метрострой. По словам обвиняемого, убийство он совершил из-за собаки, которую погибшие якобы убили. На днях следователи обнародовали съемки следственного эксперимента. «Вошел до суда, он остановился. Я сказал, вы зачем мою собаку убили? Я вам с ума на не прощу». Они оба сказали, мы не убивали. Я говорю, вы врете. И выстрелили. Сейчас уголовное дело передано в областной суд. Николаю Черных грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники полиции, следственные комитеты и бойцы СОБРа навестили сеть игровых залов в Кирове. Нелегальные заведения работали на улицах Харла Маркса и Воровского. Персонал заведения сразу догадался, к ним пришли отнюдь не любители азартных игр, поэтому людям в масках и форме двери никто не открыл. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организации проведения азартных игр». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Необычным способом боролся с повышением цен на бензин водитель BMW 5-й серии. Он с приятелем, по словам очевидцев, на своей недешевой иномарке ездил по дворам и сливал дорогое топливо с чужих автомобилей. Их заметили, а потом и попытались остановить сотрудники вневедомственной охраны. Однако водитель попытался от них уехать. Надо сказать, гонки длились долго. Началась погоня на улице Казанская, закончилась на улице Горбуновой. – Как зовут? – Максим Андреевич. – Меня Павел зовут. – А чей бензин у вас в машине? – Не могу знать. – В салоне принести? – Не знаю. – Не знаю. – Сливали ничего? – Сливали. – Сливали? – Да. – Не отрицаю. – Для продажи, для себя? – Для себя. Сейчас за хищение бензина приятелям грозит уголовная ответственность. Отвечать придется и за дорожные нарушения. Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Город останется без воды. Массовое отключение будет связано с ремонтом канализации. Авиакомпании «Победа» удалось согласовать расписание летних полетов с кировским «Победилово». Рейсы в Санкт-Петербург отменяются на все лето. Постановка первенец нового художественного руководителя театра Константина Солдатова. В драмтеатре готовится премьера «Старший сын». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Новое расписание, новые цены. Компания «Победа» согласовала с кировским аэропортом летние расписания. Летать Боинги будут в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Однако обновленное расписание и стоимость билетов скорее не обрадуют кировчан. Летние тарифы «Победы» приблизились к ценам обычных авиакомпаний. С 28 мая по 19 сентября меняется расписание полетов в Москву. Теперь пребывать в столицу самолеты будут после полуночи в 0 часов 15 минут. Выросла и стоимость билетов. Теперь за поездку в одну сторону кировчане заплатят не меньше 2,5 тысяч рублей. Ночные рельсы открыты в Санкт-Петербург и Сочи. Правда, в северную столицу лететь на Боинги и компании можно будет лишь до конца мая. После полеты возобновятся уже в сентябре. Минимальная стоимость перелета около 3 тысяч рублей. Что касается цены билета в Сочи, то она варьируется от 7 до 10 тысяч. Причем в стоимость тарифа не включена перевозка багажа и ручной клади. В зависимости от веса начальная стоимость билета может подскочить сразу на 4 тысячи рублей. Кировчане останутся без воды. Засуха наступит в 8 районах города в ночь со среды на четверг. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. В ночь со среды на четверг 24 марта несколько районов города останется без воды. В связи с ремонтом канализации с 12 ночи до 5 утра будут остановлены все насосные станции. Водоснабжение не будет в центре города. Микрорайоне Красный Химик, Красная Звезда, Красная Горка, на юго-западе Лепси, Филейки и ОЦМ. Кировчан просят сделать запасы воды. 26 марта в Кирово-Чепецке состоится официальное открытие лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп». Спортивный объект вмещает тысячу зрителей и 300 спортсменов. Кроме восьми трасс там находится тир, кабины для смазки лыж и трибуны. Напомним, на его строительство ушло 370 миллионов рублей. 29 марта в Кирове пройдет прямая линия с Владимиром Быковым. В этот день кировчане вновь смогут задать свои вопросы главе города. На сегодняшний день на официальном сайте мэрии поступило уже больше 50 обращений. Кинофестиваль «Десять вечеров» прекращает свое существование. По словам активистов, место, где проводились показы, теперь занято скульптурами. Переносить проект посчитали неуместным. Напомним, за пять лет кировчане познакомились с испанским, немецким, французским, итальянским и польским кинематографом. Планировалось, что в этом году фестиваль посвятят российскому кино. Кировские активисты собирают деньги на строительство новой детской площадки в парке ЛПК в Нововятске. Ребята уже выиграли грант на 2 миллиона рублей по программе местных инициатив. Осталось собрать еще 280 тысяч. Подробную информацию и реквизиты можно посмотреть на сайте, который вы видите на своих экранах. Благотворительный фонд «Доброе дело» запускает акцию в помощь домам ребенка. Все неравнодушные кировчане могут принести памперсы и предметы личной гигиены для малышей на Пятницкую-2 в офис 31. После долгого зачища Кировский драматический театр готовит сразу несколько громких премьер. Уже в эти выходные зрителей ждет старший сын, постановка первенец нового художественного руководителя театра Константина Солдатова. Ради премьеры сцену театра буквально разобрали по доскам, расчистили пространство и убрали все лишнее. А вот актеры взяли в руки музыкальные инструменты. Настоящее театральное перевоплощение в материале Юлии Косолаповой. Песни группы «Пятница» на сцене драмтеатра уже как бы намекают на то, что постановка будет необычной. Поющих современные песни актеров зрители точно еще не видели. Живой вокал, музыкальные инструменты – все как на большом концерте. Артист Сергей Пахомов сегодня на барабанах. Признается, раньше видел установку только по ту сторону сцены. Я умею играть на фоно, умею играть на нервах, а на барабанах не умею. Вот, ритм держать научился. Новое достижение у меня. Времени. Ну, если все вместе собрать, наверное, недели-две, но приглашали специального профессионального барабанщика, который занимался 15 лет. Он мне дал, конечно, массу информации, которую, в принципе, за одну репетицию я должен был освоить. Ну, а потом сам уже нарабатывал, дома нарабатывал, на кастрюльках, на коробочках сидел и соединял руки-ноги. Песня «Весна» прозвучит лишь в конце новой постановки. Но музыки на протяжении всего спектакля будет много. Старший сын – это пьеса советского драматурга Александра Вампилова. Она была написана еще в 1967 году. Через шесть лет после этого произведения сняли фильм. Сам Вампилов скончался за четыре года до выхода картины. Ему было всего 34 года. Это история человека, прошедшего войну, который отказался от карьеры ради музыки. Главные роли исполнили Евгений Леонов и Николай Караченцев. Сергею Пахомову досталась роль та, которую исполнял Николай Караченцев. Это один из главных героев. Его зовут Владимир Бусыгин. Ему всего 21 год, веселый, жизнерадостный и без отца. Для меня это новый, это опыт новый. Во-первых, сценография новая, работа с режиссером новая, работа совершенно новая. Он меня многому научил. Нужно беречь своих близких. Бывает ложь во спасение, но тайна всегда становится явью. Врать плохо. У драматурга пьеса «Старший сын» была задумана как комедия. Хотя на самом деле это трагическая история. Новый художественный руководитель Константин Солдатов решил свой дебют начать со сложного, чтобы сразу поднять планку и задать новый темпо-ритм театру. Руководитель отметил, такого зрителя еще точно не видел. Изменения начнутся с декораций. Мы открываем пространство, а с другой стороны делим его на такие сектора, на секции. Они, вот это пространство разделено дорогами. Это как рельсы, это как клавиши. Музыки в постановке будет много и вся она авторская. Ее сочинил Евгений Шишкин, осветитель Кировского драматического театра. До премьеры остаются буквально считанные дни. Она назначена на 25 марта. Сейчас в самом театре идет глобальная подготовка. Сцену буквально разбирают по доскам, чтобы открыть как можно больше пространства. Эту сцену ждет еще много перестановок и метаморфоз. Уже через три недели здесь будет все совершенно по-другому. А именно космическая атмосфера и мультимедийные установки. Ведь к выпуску готовится еще одна премьера. Гелета выжила. Юлия Косолапова, Игорь Волосков, информационный канал «Город». Что обсуждали сегодня на просторах интернета, знает Александр Светлик. Рубрика «Соцсети». Далее в нашем эфире. Был целый день занят и ни в соцсети зайти, ни фотки лайкнуть, ни видео посмотреть. Мы избавим тебя от этой интернет-ломки. Первый социальный сетевой перл. Весной обычно активируются натуралисты, которые наблюдают за рассветом живой природы. Но куда интереснее наблюдать за людьми, решил в парке кировский блогер. Здесь можно встретить людей любых возрастов. И бабушек, и дедушек, детей, и их родителей. Если вы сюда придете, то обязательно увидите людей, которые с огромным удовольствием общаются и с утками, и с голубями. Вот здесь на скамейках очень часто сидят люди, отдыхают. Причем сидят даже зимой. А про лето я вообще молчу. Новость заслуживающая репоста. 50 бригад кировских альпинистов очищают крыши. Но почему-то эта новость затерялась в инфпотоке. Зато крыши из дудинки обсуждается Россия. Ой, мамочки, ой, 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 ой. Ё-моё. Боже мой. И на магазины, главное, смотри, не попало. Если учитывать, что интернет-провайдеры устанавливают свои тарелки на крышах, то тут в прямом смысле упал интернет. Ой, 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 ой. Кстати, об интернете. Совсем скоро в кировских автобусах может появиться бесплатный вай-фай. Поэтому теперь вместо городских пейзажей вы можете наблюдать прикольные видео из интернета, как, например, следующий ролик. Он набирает тысячи лайков и называется «Когда решил посмеяться за компанию?» Это был обзор социальных сетей. А теперь настало время сделать громкость побольше, ведь скоро начинается программа «Вятка Тудэй». Там еще больше интересного, обсуждаемого, душевного. Там и увидимся. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра с ним вас познакомит Алина Мозгова. Если 23 марта висит густой туман, значит снег скоро растает, но летом часто будут идти дожди. А если же по небу плывут синие тучи, то уже в скором времени погода будет дождливой, но теплой. Так гласят народные приметы. А я вам расскажу о погоде на завтра. 23 марта в Кирове ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха днем минус 2, ночью минус 10 градусов. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Удачной вам среды! Таким был этот вторник, 22 марта. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. С вами был Артем Паникаровских. До скорой встречи!